Это ежегодное заседание было очень интересным и полезным. Была возможность обмена опытом, возможность увидеть прогресс всех центральноазиатских стран. Во-первых, мы в ходе обсуждения пришли к выводу, нужно макроэкономическое управление и необходимы смелые структурные преобразования. Во-вторых, благодаря опубликованию среднесрочного обзора стратегии АБР до 2020 года, перед этим заседанием многие управляющие провели дискуссии у себя о том, как внедрять инициативы, и мы получили общую поддержку по положениям среднесрочного обзора. Мы уже организовывали совет на высоком уровне, несколько рабочих групп для выполнения рекомендаций среднесрочного обзора. В-третьих, мы продолжаем держать в фокусе страны с низким уровнем доходов населения. В мире есть несколько сотен миллионов, которые живут менее чем на 2,5 доллара в день. Это 20% населения Азии и 6% мирового населения. Четвертый пункт – это изменение климата. Мы провели специальное заседание с представителями стран, которые испытывали стихийные бедствия. Мы обсуждали важность планирования и организации систем раннего оповещения и инфраструктуры, страхования от стихийных бедствий. Пятый пункт – это пробел в области инфраструктуры. Хотя мы финансировали многие инфраструктурные проекты, остается большая потребность. Есть много идей о том, как поддержать необходимое финансирование. Это и банк стран БРИК, и Азиатский инфраструктурный банк, создание которого предложил Китай. Что касается идей Азиатского инфраструктурного банка, когда он будет реализован, мы готовы к сотрудничеству по фондированию и финансированию проектов этого банка в регионе. Также по пятому пункту очень важна мобилизация государственного частного партнерства. Необходимо поддерживать и финансировать наш частный сектор. Шестое направление нашей работы касается стран со средним доходом. Есть определенные вызовы, которые влияют именно на эту категорию. Если мы не будем поддерживать страны со средним доходом, то роль АБР будет менее значительной. Еще один пункт касается освоения средств. Одобрение проектов, утверждение, финансирование – это только один шаг. Освоение средств означает, что деньги были использованы, проекты внедрены. Поэтому мы должны больше внимания уделять этому вопросу. Также это касается наших усилий по укреплению системы госзакупок. Нам нужна международная открытая платформа по большинству наших контрактов, превышающих определенный пороговый уровень по сумме заказа. Большинство контрактов должно быть открыто для международных партнеров. Это упростит процесс мониторинга, поскольку проверки иногда являются слишком большим препятствием для конкурсантов, участников тендера. Поэтому, не нарушая целостность и честность конкуренции, мы можем рационализировать наши процессы еще больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...